Печка! Хе-хе-хе-хе, здравствуй! Печка-печка! Дай мне поесть, а! Да пожалуйста! Только наколись переводровишек! Растопи! Так, приветствую всех! На очередном обзоре своей новой печки. Вот. Это Мир-73. Котелковая. Как универсальная. Сделана буквально пару дней назад. Вот. Попытаюсь все это дело залить в один файл. Расскажу о размерах. Проведем тест на полный котелок воды. Посмотрим как что. В работе она еще не была ни разу. То есть по печке. Вот так вот вставляется котелок. Ну то есть, такие печки я уже делал. Вот. По-моему четвертая. Но они мне все разнятся. Вот. Разнятся. То есть я подбирал оптимальный вариант для печки. Вот. Ну по-моему вот эта вот вышла одна из лучших. Вот. Значит под логотипом 73 она у меня. Для переноса. Понятно, да? Котелок она просто как чехол. Взял с собой кофе, сахарку. Попозже попью кофейку. Значит по самой печке. Вес 250 там с копейками грамм. Вот. Это оцинковка. Видно там? Понижаю. Значит это оцинковка. Это мой первый опыт работы с оцинковкой. Обычно я всех делаю с нержавейки. Но вот больше уже ее нет. За год у меня ушло 5 метров длиной и 1,5 метра шириной. Вот столько ушло нержавейки 0,5. Вот. Кончилось. Вот пришлось сделать с цинковки. Вот. Хотя я видел в интернете там ребята делают из ящиков из-под цинка. В общем. Думаю, что и этой печки хватит надолго. Значит вот так вот она выглядит. Первый файл будет там ссылочка пониже, как я ее делал. По развертке. Вот. И по монтажу. И по первой топке. Я просто пробовал газету для тяги. Вот. Вот даже там видно. Отметено. Ну что ж. Работает она вроде ничего. Но в работе я еще ее не пробовал. Сейчас посмотрим. Значит по самой печке. Значит я там рассказывал, что это все-таки оцинковка. И пришлось уходить от стандартной схемы. Вот. А она приближена к схеме МИР-7. Это моя самая первая печка. Вот. Показала себя с прекрасной стороны. Вот только приехала с Алтая. Вот. И замечательно. Так. По самой задумке. Вот. Конструкция этой печки. Значит. С котелком она работает. На. Наводящих. И так. Что вставляется. И так. Да. Ясно. Я потом поближе покажу. Вот. Или в котелок просто поперек. Как угодно. Дальше потом можно любую посуду. Чашки, ложки. Все что угодно. Вот. Кружка у меня. То же самое. Поближе зум сделать. Вот. Значит. Дальше. Под спиртовую горелку. И под сухое горючее. Предусмотрено вот это отверстие. Вот. Просто штырь у меня. Скажем так. Штырь его назовем. Вот. У меня просто толще. Это титан. Это у меня от других печек. Значит. Вставляется ниже. Здесь рассчитано под оптимацию. Официальное горение. Вот. Вот так вот вставляется спиртовка. В нее. Все. Ну. Понятно, да? Вот. Все проверено. Все отработано в походах. В экспедициях. Вот. Так же как и оптимальные размеры. Этой печки. Которые приближены в данном вот варианте. К золотому сечению. О размерах я попозже чуть-чуть остановлюсь. Расскажу как делается. Про размеры. Про изготовление. Как лучше. Как что. Вот. Потому что многие спрашивают. Дайте мне чертежи. Нет у меня чертежей. Я вот делаю просто. Есть у меня развертка. Вот. Я по ней делаю чисто по размерам. Вот. Как у меня записаны. Так. Значит. Дальше. Блин. Сам себя перебил. Так. Значит. А. Под газовую горелку. Как именно под газовую. У меня газовая горелка есть. То есть встает она сюда. Баллон вот здесь. И четко прям встает под газовую горелку. Отлично. Еще лучше. Под газовую горелку. Под газовую горелку со шлангом. Встает газовая горелка. Выводится шланг. И она же работает сама печка как ветрозащита. Замечательно. Все это опробовано. Вот. Значит. Что еще по печке. И вообще по печкам. Конструкций. Вот как и у меня. Много разных. И раскладушки. И соберушки. Из четырех. Из пяти. Я даже из чашек. Из кружек делал. Балостом занимался. Вот. Из консервных банок всяких. Вот. И пришел я к тому. Что вот это самый оптимальный вариант. Самый надежный. Простой. Легкий. Вот. И то это все таки вес. 250 грамм. Делал я с примесью титана. Был у меня металл. Делал я Дмитрию Кушу. Кстати. Огромнейший ему привет. Вот. Так же как всем участникам группы. Моей группы ВКонтакте. Походная печка Щепочница. Вот. Всем участникам. Подписчикам на Ютубе. Вот. И Полит видимый. Как Вова Выдра. Из Питера. Всем пацанам с Сибири. С Урала. С Алтая. Вот. Всем туристам. Выживальщикам. Вот. Которые знают там. И просто смотрят иногда там. Новинки. Вот. Так. Что еще по печке. В принципе довольно все ясно. Да. Значит. Обыкновенно. Армейский котелок. Всем любимый. Я им пользуюсь не часто. Потому что у меня котелки все круглые. Потому что печки у меня такие есть. Вот. Вот так вот. Вставляется. Вот в таком вот виде она и переносится. Вот. Здесь вот прорезь сделана. Все. И пожалуйста. Вот в таком виде. Вот в таком виде пожалуйста. Кладется в котелок все необходимое. Все. Веса никакого. Значит. Крышка. Пожалуйста. Вот вам сковородка. Вот вам сковородка. Работает замечательно. Я уже жарил грибы. Совсем недавно. Только на другой. Вот. Значит. Крышкой я не пользуюсь. Просто взял ее сегодня для теста. Я делаю под эти печки. Из тонкого алюминия. Отдельно крышечку. Вот. У меня там есть обзорка. Памир 77. Вот там как раз она присутствует. Вот. Она легенькая. Невесомая. Во-первых. Это убирает вес. Во-вторых. Убирает объем. Вот. Как-никак. Все равно объем это. Вот. И вес. Намного легче становится все. Так. Значит. Что еще? Так. Ну. По конструкции. По самой ясно. Да? По самой конструкции ясно. Более подробно есть там в других обзорах. Там по семерке. По 77. Вот. В принципе. Они очень похожи. Но в то же время и разные. Вот. Потому что одна на одну они мне не похожи. Вот. Вот такой допустим печки нету. Вот. Потому что здесь вот еще один контур доведен. Продова. Это первое решение мое. Вот. Все это клепано. Вот. Клепано металлом. Вот. Были печки у меня там титановые. Я клепал и с заклепками с нержавейки. Вот. Значит. Вот такой вот логотип. Это логотип моих печек. Вот. Ни у кого я не брал. Просто сам придумал. Так что если встретите кто. Для чего все это вообще я рассказываю. Показываю. Вот. Чтобы люди просто знали эту тему. Включались в эту тему. Потому что это очень удобно на самом деле. Быстро. Практично. Вот. Кто ходил в походы знает что. Это настолько удобно. Вот. Что. Даже порой об этом говорить не приходится. Вот. На буквально там двух-трех щепках. Почему она и называется. Щепочница. Я вот был в этом году на. В Крыму. На Краснодарском крае. В горах нет дров. Вот. Я уходил в Крыму. Был в ручище Панагея. Топил на шишках. Прекрасно. Вот. Но там печка другая у меня была. Мир-3. Раскладная. Так. Значит. По. Изготовлению давайте. То есть. По. То что я может быть. Забыл рассказать. Или что-то. В общем-то. Будут вопросы. Я отвечу. Так. По размерам. Чтоб потом вопросы не возникали. По чертежам. Так что дарю эти размеры. Делайте. Сами пробуйте. И думаю что все будет отлично. Так значит. Вырезается полоска. Сто шестьдесят. Рулетка специально взял. Сто шестьдесят миллиметров. На четыреста семьдесят пять. Вот. Это уже вместе с напуском десять миллиметров. То есть чистый размер. Это готовый размер. Напуск десять миллиметров. Вот. Можете вырезать окна сразу. Значит. Маленькое окошко. Поскольку здесь золотое сечение присутствует. Поэтому размеры не четкие. В плане вот шестьдесят два. Там шестьдесят три. Значит. У меня здесь по маленькому окошку. По заднему. Сестьдесят четыре. На сорок девять. Вот. Вот этот вот. Так. Здесь отступаем. Десять миллиметров. Шагом по центрам. Двадцать пять. Большие. Ну. Маленькие тут визуально. По центрам. Пятнадцать я делал. Здесь шаг двадцать пять. Тоже. По окошкам. Длина их. Тридцать. Вот. Значит. От дна. От земли. Скажем так. Тридцать миллиметров. До дна. Большое. Большое окно топки. Сто семь. А должно быть сто восемь. По золотому сечению. На. Шестьдесят два. Значит. Можно вырезать сразу. А можно и потом. Сейчас объясню. Значит. Даже кто не знает. Как начинать. Сделали кольцо. Склепали. Вот здесь вот. Склепали. Скажем. Вот здесь вот. Заклепочки. Видно. Или хотя бы одну. Заклепали. На. Сколько она здесь. У меня. Ну. Десять миллиметров. Кстати. Я здесь сделал. Ребра жесткости. Вот понизу. Видно. Да. Вот оно. Ребра жесткости. Также логотипы. Сами выполняют роль. Ребр жесткости. Вот у нее. Кстати. Здорово. Натягивают стены. И они уже потом. Стоят четко. Вот она прям такая. Как монолитная. Несмотря на то. Потому что это. Казалось бы. Жестянка. Не. Нифига. Нормально. Вот. Значит. Заклепали. В двух местах. Хотя бы. Кольцо. Берете. Вот эти размеры. Про которые я вам говорил. Перемотаете. Еще раз. Там. По видео. Я уже их дал. Значит. Сто. Там. Восемь. На. Шестьдесят. Пять. Пусть. Да. Вот. Вырезали. Оставляете чуть-чуть. Там. Пять миллиметров. На загиб. Делаете загиб. Вот сюда. Это тоже добавляет жесткости. Вот их видно. Вот они. По пять миллиметров загибы. Можете не делать. Ну. Так жестче будет. Намного. Вот. И сам порожек будет. Так. Сам порожек получается. Пятьдесят. Вот у меня пятьдесят четыре. Сам порожек. Вот. Что еще. Значит. Взяли котелок. Потом. В это кольцо встали. Обжали по котелку. Получится овал. Вот. Еще раз по котелку посмотрели. Или же просто котелок взяли. Обрисовали с этой стороны. Перевернули его. И с этой стороны. Получится ровный овал. Не вот такой вот с выпадом. Как здесь. Ровный овал. Вот. Нарисовали этот овал. Скажем. На заготовке. На вашей заготовке дна. Все. Не забываем оставлять вот эти щечки. Для заклепок. Для приклепки дна. Корпусу. Все. Здесь на три миллиметра сверлится. И клепается. Заклепками. Вот они. Но. И когда будете разметку делать. Смотрите. Где у вас будут попадать заклепки. Вот у меня здесь видно. Даже я отмечал. Иначе можете промазать. И попасть. Ну. В отверстие. Вот. Отмечайте. Где будете ставить дно. По полочкам. Да. Вот. В промежутках. Вот. И прямо оставляйте. Миллиметров по 10. По 15. Щечки. Вот такие. Вот. А потом вырезается дно. Насверливается. Вот. Развертку саму. Просто берете. Разметили все. Дно прям раз отметили. Все здесь довольно ясно. И понятно. Я думаю что даже просто школьник это сделать может. В гараже сарай. Дома можно сделать. Я делал дома. Как-то пробовал. Нормально. Простая дрель. Два сверла буквально. Сверло на 9. Здесь вот пятерка. Значит здесь шах. Здесь шах я говорил. Да. По центрам 15 миллиметров. Здесь по центрам 30 миллиметров. Все. То есть просто делите напополам. Получается по осям ровно. Так. Размеры вроде бы дал. Так. Это все визуально насверливается. Часто не нужно. Чтобы не прослабить. Вот. Но и слишком редко тоже. Потому что продувка у печки должна быть. Вот. Значит. Дно от земли. Я уже говорил 30. Это оптимальный вариант. Хотя у меня есть печки там и выше и ниже. Вот. Но это вот проверено. Что для этой конструкции лучше всего вот именно вот такие размеры. Так. Что еще? Что еще? Значит. Там уже сами потом если кто делать надумает. Там уже работа сама покажет. Что, как и... Вот. В принципе ничего здесь сложного нет. Все довольно просто. Вот. Сверловка. Зачистили. Вот это вот значит потом все вырубается зубильцем. Вообще здесь ножницы по металлу. Молоток. Не знаю. Карандаш. Два сверла. И зубила. По сути все. И сколько? Четыре. Три. Пять. Пять-шесть заклепок. Все. Вот вам и печка. Отличная печка. Которая вам. Сгодится на многие-многие годы. Если не надоест и другую не захотите. Вот. В принципе это самый оптимальный вариант. Так. Дальше. Тест. Начинаем тест. Так. Видно. Здесь подставил пятилитровую бутылку. Немножко подсвечивает. Хочу одним файлом что-то за сандалий. Без всяких там редакторов. Сейчас, сейчас, сейчас. Я подправлю здесь. Угу. Да. Вот еще. Значит. Пользуюсь и вам тоже советую. Вот такую пластиночку. Это вот дюралька. Трубы вот оборачивают и старые. Раньше при Союзе делали. Они еще встречаются. Вот. Она очень легкая. Невесомая. Очень практична. Вот. Она тем более, когда отжигается, становится мягкой-мягкой. Вот. То есть, во-первых, очень удобно и для печки. И это не считается, как открытый огонь. Вот. По нормативам. Вот. И, во-вторых, это не жгет, там, скажем, так, траву там. Вот. И очень удобно. Всегда что-то положили. Кружка здесь. Все, что надо, прямо перед вами. Зимой также. Положили две, три, там, ведь, не знаю, ветки. На них поставили все. Она уже в снег не упадет. Не утонет. Так. Что еще по размерам? Если забыл, если забыл, то потом спросить отвечу. Так. Ну что, тест. Значит, нашел здесь веточек немного. Еще раз повторюсь, что печка в работе еще не была. Взял две бутылки воды. Короче говоря, сколько котелок вылезет, столько и будет. Ну, без всяких вопросов загружаем. Сегодня же 28 августа 2015 года. Большой праздник сегодня. Успение Богородицы. Вот, для тех, кто не знает, заканчивается ли это, заканчивается пора туристических сезонов. Хотя еще не совсем. До зимы еще далеко. У меня этот сезон был загружен. То есть мы как закончили его зимой, перед Новым Годом. И с ранней весны я уже начал в походы ходить. Вот. Этим летом уезжал почти на месяц, на 20 дней. Горы Северного Кавказа под Додыркой. Походы в Крыму. Так, ну вот печка расходится. Сейчас она разогреется, уголечки соберутся. Вот. Так, видно-то? О, пламяк такой, шпальник. Ну что ж такой штатив-то? Так, потом поближе покажу. Оп, шпальник. Так, ну что. Наливаем воду. Сейчас я потом поставлю направляющий. Посмотрим, как она. О, гудит аж. О, а я говорил, котелок литр 200. Видите, полтора, даже больше. 1,6 литра. Так, и как задумано, давайте я вот туда сразу на направляющую. Как она должна, по идее. Так, меньше греется. Вот таким макаром. Так, загружать можно и сбоку, и снизу, и отсюда, и отсюда. Так, времени засекли, давайте. Хотя это совершенно глупо. Печка должна быть. Так, времени... Ну, 18 минут шестого. Пошелось сегодня поздно. Так, пусть сейчас и здесь лежат. Вот, а я заодно кофейку попью. Ну что, отличная печка. Отличная печка. Наверное, этих дров вполне будет достаточно. Так, закрывать будем? Давай прикроем. Вот так вот она работает. Вот, отсюда сбоку. Вот. А я тут ходил как-то на той неделе, что ли, дней 10 назад. Вот здесь вот под березовиков нашел, с подосинками. Вот здесь пяток. И прямо на ней, вернее, у меня почти такая же там дома лежит. Для себя делал. Вот. Ну, а эта печка уйдет в подарок. Кому-нибудь там из моей группы. Кому больше всех нужно. Вот. За год у меня их порядка 15 или 17 штук я сделал. Так, еще по печкам. По самим конструкции там, не знаю. В каждой есть, как бы, каждый для себя делает, кто делает сам. Вот. По мне, вот я, допустим, в этом году, в поход, когда уезжал, вес, вот, оптимальность. Я котелок не брал. У меня был маленький котелочек круглый. Я брал, естественно, печку другую. Вот. А это для обыкновенного. Так что большинство пользуется такими котелками. Вот вода уже задымилась. Что рекорды мы не поставим. Ну, думаю, минут... Ну, около 10, не больше. Правда, сейчас лето, тепло. Ну, вот, отлично работает. Хорошая продувка, тяга. Что еще нужно? Кстати, я думал, она будет сразу обгорать. Обгорать нифига. Ничего подобного. Очень хорошо себя ведет. Металл. Так что зря я. Зря. Может быть, со временем там когда-то. Ну, пока вот не видно, чтобы что-то обгорало. Ну, вот так вот все это со стороны выглядит. Ну, вот так вот. потом вот еще есть такой момент значит печки бывают прожорливые это почему да потому что законы физики никто еще не нарушал вот именно пока п.д. то есть отдача у печки большая так она и тепла дает больше вот естественно меньше само собой получается меньше вот так что я опытным путем в походах там замечал разные расстояния то есть дна там и так далее размеры ловил оптималки вот продувка отверстия насколько так что вот это самое оптимальное порой бывает делаешь одинаковую точь-точь она не работает вернее работает не так ну вот вода уже на подходе вот такой кпд у нее вот на этой щепотке тут что там два сучка даже не дух меньше так что значит это видео будет на ю тубе одним файлом я сделал его пошире отредактирую пишу на 30 кадров вот и в моей группе походная печка щепочница вконтакте вот там все это если кому надо видео это увидите вот так же заходите там все мои образцы не только мои ребята вот молодцы там многие изобретают новинки в общем много-много чего там со всего мира я вот вытаскивал там вот многие интересные модели но хочу повторюсь еще раз что как показывает практика сложность совершенно не нужна все приходит простоте конструкции вот простоте конструкции вот здесь всего две детали больше ничего не нужно потом ничего не надо не собирать котелок достал и печка готова не обязательный котелок вот можно ставить все что угодно хоть ведро как я уже говорил не раз все вот вода закипает сколько мы там ставили не помню было 18 до вот 25 26 минут это получается ну в семь восемь минут если по времени хотя это это полный котелок полтора литра воды вот такое кпд у этой печки все я пью сейчас кофе вот значит можно ставить и поперек вот таким макаром тоже хорошо то есть получается что вот эти отверстия продувные они нужны как наводящие вот боковые да а так вот для данного для данного вот как я сейчас грел только для упора все потом естественно можно ставить меньше вот можно ставить потом скажем кружку